Друзья, всем привет! С вами Fashion Director Design, и я Чайковская Екатерина. У нас пришло книжное обновление, и я не смогла пройти мимо таких двух замечательных книг. Решила с вами поделиться. Это книги по историческому костюму, я думаю, уже можно так сказать о 20-х и 30-х годах прошлого века. Давайте покажу, что там внутри. Они такие, на удивление, прям толстенькие. А я такое люблю. Смотрите, какие толстушечки. Давайте покажу. Начнём с 20-х годов прошлого века, да, и потом покажу 30-е. В книжках собрано много всего интересного, и что меня очень порадовало, ну, во-первых, есть описание, во-вторых, детальные картинки, эскизы, как это всё, что это, и особенности. Есть описание, есть, ну, такие ретроспективные аспекты, да, как это всё делалось. И здесь даже есть фотография, потому что в тот момент у нас уже была фотография, и мы даже можем посмотреть, как это всё смотрелось. Вот прекрасные шляпки, великолепные совершенные эскизы. Не знаю, мне просто доставляет безумный эстетический, эстетическое удовольствие, да, посмотреть на всё это. И, конечно же, сразу появляются идеи что-то из этого воплотить в жизнь. И вот именно 20-е годы — это такое интересное время, когда силуэт женщины ушёл от песочных часов. И смотрите, у нас нигде не подчёркнута талия. Даже те пояса, которые есть, они прям талию чётко не выделяют. И всё, что мы видим, оно совершенно вот такого силуэта. Ну, я не могу сказать его прямоугольником, но такое что-то к ковалу движется, да. Ну, хотя вот это, по сути, прямоугольник. То есть совсем другая мода, совсем другие аспекты, когда произошло освобождение женщин от корсетов. И вот это всё буйство, это великолепие, это технический прогресс. Вот там вясные кардиганы были, да. Это всё, вот оно, пожалуйста, здесь есть. Очень интересно, очень детально посмотреть. И что-то мне подсказывает, что вполне возможно, в каком-то ключе такая мода к нам ещё вернётся, потому что сегодняшний оверсайз, он тоже чем-то на это похож. Когда у нас было всё в обтяк, и всё везде выпячивалось, и всё везде было видно, то сегодняшний оверсайз, он как раз это всё немножко закрывает. Вот, знаете, великолепную мудмуазель Шанель. Вот, всё это здесь у нас собрано. Соответственно, 20-е годы много-много всего, видите, я прям пролистываю, чтобы... Потому что книжка прям толстенная, прям вот... А это верхняя одежда, да, вот отдельный блок по верхней одежде. А вечерняя мода и мугвэ, так что вот-вот. Интересно посмотреть ещё и с точки зрения не только одежды, да, но и иллюстрации. Посмотрите, какие прекрасные башни. Ой, у Дюрера там она такая толстенькая была. Да нормальная женщина, ведь не всегда были стандарты красоты, заточенные на то, что должен быть как тростина. Вот, смотрите, обычные женщины, обычного размера, никакого-то там XXXL, да, ну вот стандартные, достаточно интересные. Вот, пожалуйста, с фотографиями того, как это было на реальных женщинах, да, не на картинках, а на реальных женщинах. Вот так вот всё смотрела. Кстати, была выставка, я ходила, смотрела, там были вот как раз подобные платья. Ну, конечно, потрясающе, они так красиво расшиты стеклярусом и так далее. Это вот у нас блок аксессуары идёт. Тоже всё это подробно нарисовано, расписано, какие шляпки. Смотрите, какая красота. Очень, очень изящно, очень элегантно всё это смотрится. С ярко-красными губами. Конечно, всегда есть разница между тем... Это нижнее бельё. Тогда это было как-то не очень принято, да, но оно же было, я имею в виду, в рекламу. Вот, смотрите, мне кажется, ну, сегодняшнее платье, то, что раньше было нижним бельём, сегодня это прям вот нижнее платье. А это, по-моему, свадебная мода, да, свадебная. И спортивные купальнички, ну, красотки. Кто говорил то, что таких женщин не бывает? Вот обычные женщины. Ещё жалко только женской, хорошо посмотреть мужскую моду. У них были такие глубокие вырезы на груди, и они пушок там приклеивали. Ой, такое очарование. Вот такая вот красота. Это мы с вами посмотрели 20-е годы, а сейчас мы с вами посмотрим 30-е годы. Всё бережно автор собрал, за что огромное-огромное спасибо. Действительно проделана большая работа, очень интересная. И вот можно посмотреть, как в десятилетия менялась мода, менялся силуэт. Если там они такие все овальные, то, смотрите, здесь удлинение пошло. И силуэт стал более высоким, вытянутым и худым. При этом, ну, я же не думаю, что люди как-то прям жутко поменялись, да? Просто пошёл другой силуэт. Вот, смотрите, пошёл другой силуэт. Ещё остаётся кусочек от того, но уже происходят видоизменения в более длинные, более элегантные. Очень элегантные, единственное, они вот почему-то немножко полусутубыми такими всегда рисовали. Ну, смотрите, вот десятилетия и насколько это всё. А вот реальная барышня, худая, тонкая и реальная. То, с чем я постоянно борюсь, я не говорю о том, что менты должны быть толстыми, ну, просто, ну, вот обычные, реальные женщины. Не совпадает, не совпадает. Вот, видимо, откуда пошла эта пропорция. Вот она уже где-то здесь зародилась, то, что рисуем тонких и звонких. Очень красивая такая продёвочка. А по факту это всё не так. Сейчас, конечно, это уже так ретроспективно, но почему нет, почему бы не вернуть. Смотрите, какая красота. Да, вот, всё у нас тут на местах. И где-то это фотографии, где-то это женщина уже в машине, да. О, неужели там вот мужчина на заднем плане. К сожалению, вся мода женская. Вот, хотелось бы, конечно, смотреть её тандемом, потому что рядом с барышней наверняка должен быть и мужчина, и джентльмен. Это вот уже такое, что-то более знакомое, правда? 1936 год. Вот такая вот прекрасная мода. Жалко, нету 40-х, 50-х, 60-х. Я, конечно, с удовольствием собрала всю коллекцию по 20 веку, потому что, конечно, мода менялась. И смотрите, прям это видно, насколько это всё по-другому. По-другому. Одному поколению досталось одно, другому другое. Но это всё безумная красота, которая есть. Книжки-мечта. Я боюсь, что у меня сейчас это видео будет часовое, если я буду её себе стать и над каждой картинкой, страничкой умилять. Так что вот смотрите, две шикарные книжки. Мы привезли их. Они есть у нас в наличии в онлайн-магазине. Их, правда, очень мало. Если вам понравились, то я рекомендую их себе купить и вот так вот вечерочком сесть, заварить себе вкусного ароматного чая, попить и посмотреть, полюбоваться на эту красоту. Возможно, что-то сравнить. А возможно, даже что-то взять и попробовать себе сделать и носить. Почему нет? И даже вот смотрите, какие прекрасные, красивые обложки, чётко характеризующие, что там у нас внутри. На этом всё. Пишите, пожалуйста, комментарии, если они у вас появились. Подписывайтесь на канал. И книжечки можно будет купить у нас в онлайн-магазине. Я ссылку оставлю под этим видео. На этом всё. До скорых встреч. Пока-пока.